На этих кадрах криминальный авторитет Кадыр Дусонов, известный как Дженго, отрекается от воровской идеологии. Однако он продолжает свои преступления, заявил сегодня глава ГКМБ Камчебек Ташиев на заседании Джорку Кенеша. Он продолжает. Я сделаю так, что он не продолжал. Я сделаю так, что он никогда не стал дальше лидером ОПГ, чтобы это не стоило. И к каждому это относится. Сейчас в стране проводится ликвидация систем коррупции и криминала. Так ГКМБ вернул государству еще 10 миллионов долларов, принадлежащих Камчику-Любаеву. Мафия раскидала шипальца в таможне, правоохранительных органах, судебной системе и во многих министерствах. Теперь такого не будет. Наша структура готовилась два года, чтобы сегодняшняя работа по борьбе с коррупцией и СОПГ давала положительные результаты, отметил Камчебек Ташиев. Мы должны превратить Христан в безопасную и демократическую страну. Во время борьбы с ОПГ наши сотрудники выполняют свои обязанности. Мы вернули в бюджет страны имущество на сумму около 1 миллиарда 200 миллионов. К примеру, здание Айпери было салоном красоты, но там бандиты сделали себе клуб. Мы его вернули государству. В Ташкомире бандиты правили. Тоже вернули. Только вчера мы выявили у Кульбаева 10 миллионов финансов. Вчера они сами добровольно вернули государству эти деньги. До этого еще 15 миллионов и 12 миллионов вернули. В больших компаниях есть доли бандитов. Они начали нам возвращать. Мы не берем ни ТАИ на себе. Все государству. То есть мы в ГКНБ ни одним сомом не распоряжаемся. В ходе заседания депутаты Рулан Кокулов поднял вопрос о конфискованных машинах Кульбаева. Всего было изъято 60 автомобилей, принадлежащих криминальному авторитету. Из них 6 машин, ранее выставленных Госагентством по управлению государственным имуществом на электронный аукцион, являются юридически чистыми и переданы государству добровольно членами семьи. В скором времени еще 14 машин будут выставлены на аукцион. По остальным в настоящее время проводятся следственные мероприятия. У некоторых машин нет документов. Другие оформлены на его близких родственников, членов его группировки или на третьих лиц. Только на мать Камчу Кульбаева оформлено порядка 6 бронированных автомобилей, документы от которых она не отдает. Его дочери просили у меня оставить им машины. Я отказал. Сказал им, чтобы ездили на обычных авто. Они просили машины марки BMW. Жена просила одну машину. Я отдал. Депутат Дюркукинышак Беконташтанбеков озаботился безопасностью главы ГКНБ Камчебека Ташиева. По словам парламентария, Ташиев тот человек, который смог сам один заполнить бюджет страны. Этот человек борется с криминалом в стране. В связи с этим у меня есть вопрос. Он сам и его семья находятся под охраной? Он не думает о себе. Такой уж он человек, что сам никогда не попросит. Мы сами должны охранять его и его семью. Президент Садыр Джапаров уделяет особое внимание безопасности Ташиева. Ни один волос с его головы и членов его семьи не упадет. Для этого мы делаем все возможное. 30 лет ОПГ развивалась не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии. Конечно, они существовали и ранее, но за эти годы стали совсем транснациональными. Кыргызстанцы ждали таких мер от наших властей очень давно. И они дали результаты, отмечают эксперты. Рахат Батребекова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.